Что же ждет Пригожина и его ЧВК? Ведь Лукашенко сказал, что в Беларуси его нет, что сам Пригожин находится в Питере, а, соответственно, преследований никакого нет, по крайней мере, публичного. По вашему мнению, что ждет Пригожина и его ЧВК? Ну, вы знаете, события развиваются стремительно, и Пригожин уже не раз показывал, что умеет восстанавливаться, как Феликс из пекла, и я думаю, что это тот самый случай. То, что Пригожину вернули деньги в полном объеме и вернули очень много что еще, что было взято вместе с деньгами, говорит о том, что преследовать его серьезно никто не собирается. То, что Путин считает его предателем, это понятно, он это объявил изменником, но ведь и Путин уже со всей очевидностью хромая утка. И кто сейчас, собственно, делает окружение, делает Путина, не очень понятно, потому что явно совершенно есть люди, которые уважают Пригожину, уважают его силу, причем это не только маргиналы, маргинальные слаи населения, но и кто-то где-то наверху, потому что, ну, кто бы мог бы еще отдать 10 миллиардов наличными огромные суммы, и я так понимаю, что никто не пересчитывал ни с той стороны, ни с этой стороны. Подумаешь, миллиард туда, миллиард сюда. И да, продемонстрированная сила, она возымела эффект. Несмотря на то, что все-таки неприятности у Пригожина множатся, показали его обыски в его доме, но при этом дом остался при нем, и обыски, как выяснилось, были сделаны сразу после мятежа, а не прямо сейчас. Во время этих обысок, хотя его и костерили, но показали его пиджак с государственными наградами, с множеством государственных наград, и три героя, и два ордена мужества, это ему кто дал? Враги подбросили? Войска НАТО дали? Нет, конечно. Все это увидели лишний раз, сколько у него оказывается наград государственных. Плюс ко всему, да, у него сейчас начались проблемы с бизнесом, и расторгаются сделки его компании «Конкорд». «Конкорд» перестала выигрывать тендер, например, на школьные завтраки, и теперь школьными завтраками в основном занимается фирма, которая принадлежит заместителю сына Патрушева. И, с другой стороны, он найдет себе любой другой тендер, если ветер будет дуть в его сторону. Ну и, собственно, и денег ему хватает. Поэтому, с одной стороны, Пригожина может сдать все, что угодно, и он прекрасно понимает, что чем больше он находится в информационном поле, чем дольше он находится в информационном поле, тем меньше шансов, что он будет убит сегодня или завтра. Когда он исчезнет из информационного поля, тогда, конечно, за жизнь его никто не даст лобаного гроша. Собственно, и сейчас недорого стоит. Но сейчас все же грохнуть его неаккуратно, а аккуратно, как показала нам практика последних лет, ФСБ уже делать не умеет. И никто, наверное, этого пока не хочет. Что касается его прибытия в Беларусь, ну вот, собственно, я до сих пор не могу перевести на какой-нибудь язык его фразу уже больше, чем двухнедельной давности, что я разворачиваюсь и увожу своих бойцов в лагерь. Я до сих пор не могу сказать это ни на одном языке, потому что это кемп или это призн. Мы не понимаем, где они. Их нет на территории России, их нет на территории Беларуси. Видимо, это лагерь где-то на оккупированных территориях. А это может быть и исправительная колония, как это было и в России, и на оккупированных территориях. Это может быть все что угодно. Поэтому где они, сколько их, чем они занимаются, мы не знаем. Мы не знаем и к чему они готовятся. Как раз о них хотела вас спросить, но вы уже, собственно, ответили, что пока это, как говорится, под знаком X, неизвестность. Но касательно Пригожина, вы тоже вспомнили о деньгах и всего, возможно, даже этих золотых слитков, но также при обыске там были найдены парики и множество разных паспортов. Такое впечатление создавалось, что вот именно лично для Пригожина некие отступные готовятся. И план побега куда-то, есть ли такая вероятность и куда это. Мы понимаем, что куда-то за границу вряд ли в Африку вернется, но где это может быть, как вы считаете, или это просто дали денег, чтобы рассчитался с бойцами, как он заявлял об этом в своем видеообращении, или же на оккупированных территориях, чтобы было на что какое-то время прожить. Слушайте, это какая-то огромная рекламная кампания, дополнительная Пригожина, поскольку вот эти вот бесконечные фотографии его с бородами, и с очками, и в париками – это очень сильная вещь. И, судя по всему, по меньшей мере половина из них, а то и все, это не фейки. И эти фотографии сделаны то в самолетах, то на фоне африканских знамен, то на фоне чего-то еще. То есть, судя по всему, он активно пользовался всем этим антуражем и принимал участие во многих операциях, о которых мы мало что знаем за рубежами страны. И хотя мы, конечно, и хохочем, глядя на все эти парики и приклеенные бороды, но ведь это он в разных обстоятельствах, которые эти фотографии дают нам понять вообще круче любых проплаченных статей, что Пригожин не делает. Он, конечно, мастер пиара. Дает понять нам о том, что человек – это гораздо более влиятельный в разных странах и интересный, чем можно было бы подумать, что его деятельность не ограничивается одними только российскими зэками. Поэтому я так думаю, что Пригожин может еще сказать свое слово. Он очень живучий и очень хочет жить. И я думаю, что в ближайшее время мы услышим о нем еще, в каком контексте, трудно сказать, но в контексте силы. А вот касательно тех, которые выжили и возвращаются, я не знаю, в те города, в которых они жили, или в другие города, неважно, совершают опять, это про вагнеровцев, именно зэков, да, и совершают опять-таки преступления. Почему, по вашему мнению, стараются фамилии их удалять из судебных документов, а информацию о преступлениях не публикуют на сайтах Следственного комитета, прокуратуры или МВД? Это чтобы не портить статистику вагнеровцам. Этим я помню, как Пригожин, ну, кичился, что ли. Мы, конечно же, не можем доверять этим цифрам, но тем не менее он говорил, что после участия в захватческой войне в Украине в Россию вернулись 32 тысячи бывших заключенных, которые были завербованы вагнеромцам. Вот, и одержали, значит, помилованием. Во-первых, куда, да, расплылись, расползлись эти 32 тысячи? И также Пригожин утверждал, что кто возвращается, они якобы по статистике, да, меньше совершают преступления, неже ранее, и, собственно, вагнеры их исцелил, да, от преступности, и они стали праведными, и, скажем так, вернулись якобы в нормальную жизнь. Так вот, почему подчищают фамилии, и что с этими вагнеровцами, которые возвращаются с поля боя, где они деваются? Знаете, подчищать фамилии удивительным образом стали раньше, в январе, когда начали возвращаться первые вагнеровцы. Я все-таки подчеркну, что обычно мобилизованные, они получали такой бессрочный контракт, а вагнеровцы всего полгода, полгода боев и до свидания, ты полностью свободен и помилован президентом. А с помилованием страшно интересно. Что такое помилование? Помилование — это можно делать только президент, и он отпускает человека, избавляет его от дальнейшего наказания. Например, Ходорковский был помилован, несмотря на то, что он не просил. Тем не менее, именно таким образом, юридическим, да, его забрали из тюрьмы. Но при этом человек помилован и не продолжает отбывать наказание, но остается преступником. Если он убийца, он остается убийцей. Просто он не отбывает наказание. Он помилован. А здесь очень странное помилование. Здесь будут у тебя четыре ходки за убийство, у тебя нет больше судимости, из тебя снимают все судимости, несмотря на то, что они не погашены, ничего и никак, и ты пропадаешь из судебных баз. Твое имя полностью зачищают из судебной базы. И ты по возвращению из Вагнера можешь пойти и взять справку на госуслугу, что ты не судим. Это вообще противоречит любому закону о помиловании. И вообще такого закона нет, чтобы ты исчезал из судебных баз. Ну, ты исчезаешь. Ты можешь получить загранпаспорт и получить визу любой страны. Ни одно консульство, ни одно посольство тебя не найдет в судебных базах. Будь у тебя хоть сколько хочешь ходок. Вот это очень интересная вещь. И сейчас, когда они совершают преступление, вагнеровцы, их в судебную базу тоже по-прежнему не вносят. Если их вносить в судебную базу, это касается и секретарей суда, например, это касается прокуроров, дискредитации героев специальной военной операции. И вы знаете, что появилась традиция. Появилась очень интересная традиция. Ведь эти люди, несмотря на то, что они неприкасаемы, они не работают и особо не хотят устраиваться на работу. И особо не могут устраиваться на работу. Никто их не возьмет особенно. Причем не возьмут, очень культурно скажут, просто не адвокатии. Ну и действительно они не собираются. Поэтому они, собственно, сидят и пьют и ждут дальнейшего развития событий. До последнего времени они собирались примыкать, собственно, к Вагнеру. Кстати, сказать, цифра 32 тысячи была пригожена незадолго до мятежа, и она очень сильно преувеличена. Из 50 тысяч, которых он забрал, убито гораздо больше, чем 18 тысяч. Мы же это понимаем с вами. Только под Бахмутом он это признавал, пал 10 тысяч. Там меньше, там тысяч 20, не больше. Но тем не менее, тем не менее, традиция такая, что когда эти люди начинают дебоширить там из соседей, или там кто-то еще вызывает полицию, полиция приезжает, видит устверение или знает уже, что это герой специальной военной операции и уезжает. Но они еще предпочитают дожидаться утра и приехать еще утром, там или днем, когда человек протрезвеет и принести свои извинения. Чтобы, не дай бог, тот в пылу не подумал, что полиция, явившись ночью, например, пыталась его дискредитировать. Не-не-не, на трезвую чуточку закрепить. Просто бомба, бомба замедленного действия. Вот такие сейчас вещи, да, вот обозначили, что это совсем не о перевоспитании идет речь, как хвастается, да, Пригожий? А в свою очередь, вот если посмотреть глубже в саму суть отношений, я не помню, честно говоря, кто в нашем эфире сказал, что Пригожин настолько был интимно, образно говоря, близок к Путину, что сейчас аж не верится, что может быть такой разрыв шаблонов и такой разрыв такой близкой дружбы. Неужели Путин среди двух друзей выбрал Шойгу? Путин выбрал Шойгу, поскольку Шойгу у власти с Горбачева, это невозможно себе представить. Просто невозможно себе представить. Человек всю жизнь министр, всю его жизнь. И он, конечно, человек неумный, совсем неумный. Он, конечно, медицинский уже алкоголик, да, это о нем известно. Много чего у него есть еще. Много, да, он, конечно, коррупционер, вор и так далее. Но у него есть одно непроизводенное качество. Он средворец. Он у власти уже больше 30 лет. У министра больше 30 лет. Такого не может быть. И, конечно, эту аппаратную битву он выиграл у человека, из рук которого ел Путин много лет. Полностью доверял. И не только Путин, но и, не знаю, Джордж Буш-Блаши, и французские президенты, и кто угодно. Это, конечно, очень большое доверие. Но аппаратный выигрыш, конечно, был полностью у Шойгу. И, насколько я знаю, что Шойгу умел, сумел вокруг денег, вокруг Министерства обороны, вокруг Путина сделать свои собственные заградотряды, за которые Путин просто не смог пройти. Говорить сейчас непосредственно о дальнейших действиях Путина в силу того, что по факту Пригожин незачем ему просто. А какое тогда будущее Пригожина в плане его работы, в плане его деятельности? Ну, вы знаете, пока Путин продолжает демонстрировать какую-то анекдотическую линию поведения и с этой девочкой из Дербента, и с недавними заявлениями по поводу того, что туристов надо пустить в обход Керчевского моста по оккупированным территориям, где сейчас идут бои, наступления. То есть человек демонстрирует, да ну да, анекдотичность. Анекдотичность. И это же видим не только мы с вами, это видят все. И поэтому это видит прекрасный Пригожин, это видят люди, которые, по идее, должны Пригожина хватать, не пущать, травить и так далее. все смотрят на него, ему отдали деньги. А не сменит ли он завтра Путина? Ну, чего торопиться-то? Чего торопиться его арестовывать, потому что Путин, да? Мы перестали в нем видеть, мы это вот, собственно, мы все, и поддерживающие его, и ненавидящие его. Тем не менее, мы помним прекрасно, там, не знаю, милхерскую речь Путина, когда было страшно на него смотреть. Просто страшно. От него веяло злобой, ненавистью и силой. И он явно опирался на очень широкий слой, даже не сколько населения, сколько там еще и западная была поддержка. И ему многие аплодировали, в том числе западные политики. Сейчас ничего этого нет. Мы видим с вами, мне не хочется обижать котят, да, но, естественно, нет. Но мы видим с вами лежащего на спине таракана. И, да, возможно, встань дотряхнется и пойдет дальше, но остальные тараканы смотрят на него, надо сказать, склонив голову очень внимательно. Также затронули тему, а как же сейчас, да, пока что еще обходятся с этими вагнеровцами, зэками, которых выпустили и помиловали. Вот. И в чате ЧВК родственники папашек привложены заключенных, обсуждают, станут ли предателями их родные, вот, которых еще вчера, да, российская пропаганда называла героями, как вы уже отметили. Вот. И родные погибших хотят получить не только выплаты, но и все государственные льготы, положенные обычным контрактникам. Но в льготах им отказывают, и вот, есть ли вероятность того, что действительно теперь все станут предателями, как вот Путин назвал. Хотя он действительно не говорил, вот Пригожин, предатель, а вот как-то он всегда обтекает и избегает фамилии. Вот, кстати, да, есть такой нюанс вот касательно родственников. Ну, знаете, если честно, родственники погибших никого не интересуют. Им торжественно выдали деньги, ордена, медали, поставили памятки, до свидания. Вы все сделали, да, вы больше не нужны, поэтому какие могут быть льготы. Живые, да, живые интересуют, потому что живые, это всегда ходячая рекламная кампания, и посмотрите, пожалуйста, можно совершать право нарушения, если вы герой спецоперации, ничего вам не будет, а если вы хотите или совершили преступление, вы тоже можете избежать тюрьмы, и, пожалуйста, на войну, и уголовное дело закрывается, пожалуйста, пожалуйста. Это ходячая рекламная кампания. Все, что связано с вербовкой, всегда будет поддерживаться, пока идет война, пока у власти Путин. А к Вагнеру ли, не к Вагнеру ли, все равно, но просто у Вагнера лучше пиар. До сих пор Министерство обороны не выплатило ни погибшим, ни раненым, ни копейки. Я не знаю, с чем это связано, они говорят, что это какие-то юридические моменты, я считаю, что, слава тебе Господи, там привычно воруют, но все-таки у Вагнера этого не было, и он всегда может об этом сказать, и это продолжит, тем более, что сейчас деньги-то у него есть, ему вернули деньги, и, возможно, дадут еще заработать, в конце концов, никто не отнимал у Вагнера его африканских доходов. Речь идет о том, что он не только там охраняет главу государства, там золотые прииски, просто в собственности золотые, алмазные прииски, которые приносят деньги, естественно, которые, если что, можно пустить не только на строительство уродских домов, хотя, конечно, Янаковича пока еще никуда не переплюнул, тут же надо отдать долг, безусловно, ну и, в конце концов, и повоевать. Почему нет? Последок, коротко, есть ли вероятность того, что вместо Вагнера какая-то другая ЧВК возникнет, или же с кадыровцев будут делать нечто такое привлекательное, чтобы также вербовать других добровольцев? Ну, кадыровцы себя уже показали, да, незамечательный тиктоковский отряд, тиктоковские войска, и, конечно, все, что они могут, это бить и издеваться над безоружными женщинами, причем на собственной территории. Что касается других ЧВК... Замена такой, да. Да, что касается других... Или это уже небезопасная история, да? Нет, их много других ЧВК, и они вот сейчас в том числе вербуют и заключенных, и мы все время сейчас видим, я вижу усиление ЧВК под названием Редут, я вижу усиление ЧВК под названием Патриот, Редут связан с Зарипаской, Патриот принадлежит собственно Шойгу, но нету того огня, нету того пиара, нет того задора, и в общем-то замена-то Пригожину нет. Поэтому я думаю, что несмотря на поиски нового Пригожина, этого топить пока очень хочется, но на всякий случай... В свою очередь очень много кандидатов на замену Пригожина, там и Аксенов что-то говорил и создавал якобы свою военную кампанию, но об этом опять же будем более подробно говорить, когда уже будет что-то доясно. Аксенов